Мы говорили о том, что человек не только то, что мы видим, человек это еще не только то, что мы не видим. То есть это не только телесность, человек это еще и его внутренний мир. Человек это еще и разум, душа, дух, эмоции. Есть то, что находится внутри тела и то, что является инициатором всех телесных действий. То есть все, что делает тело, по сути тело выражает какие-то внутренние процессы. То есть тело это инструмент, который помогает внутреннему человеку о себе заявить в этом мире. То есть мы делаем какие-то телодвижения, мы делаем какие-то жесты, мы используем мимику. Но все это средство для того, чтобы наша душа, которая где-то там глубоко внутри, могла бы о себе заявить. И если внутри у человека есть повреждения, а они есть абсолютно у всех, здоровых людей нету. В психиатрии врач первый тот, кто наденет халат. Поэтому нормальных людей не существует. Раз это так, то восстанавливать нужно внутреннюю сферу. Работать нужно прежде всего над тем, чтобы навести порядок в собственных эмоциях, мыслях, в душе, в духе. И мы читали с вами местописание, в котором написано, что дух человека переносит немощи его. А поврежденный дух, кто может его подкрепить. Если дух у человека слаб, то он не способен перенести никакую немощь. У ребенка дух слаб, он только чуть упадет, начинает плакать. То есть слабый дух не может вынести даже такую, сказалось бы, мелочь. И многие люди, они так и остаются детьми, несмотря на то, что у них вырастают усы, им платят пенсию. Но они все равно дети, подростки внутри себя. И жизнь, их поступки, их действия, они не говорят о том, что это взрослый человек. И хорошо, что если этот человек появится в реабилитации, тогда он сможет начать духовно расти, взрослеть, уже взрослеть внутренне, взрослеть духовно. Многие люди, они не появляются даже и в реабилитации, они так и проводят жизнь, вот такую вот инфантильную, безответственную, с поврежденным духом, который не может перенести никакие немощи в их жизни. Отсюда будут и зависимости, и конфликты, и проблемы, и разные, так скажем, какие-то препятствия, которые, по сути, они сами внутри себя, и аккумулируют, и образуются. За них не несут ответственности. Поэтому человек, это существо духовное, и ему нужно заниматься собственным духовным восстановлением. Что, в принципе, и предлагает реабилитация. Не каждый, как бы, способен это принять. У каждого человека есть своя точка зрения относительно себя. Но сегодня я бы подобрал один текст, который поможет нам найти общие точки соприкосновения. Нам, это значит, всем, тем, кто здесь присутствует, потому что мы вчера познакомились с большинством из вас. Познакомились, вы представились, немножко поговорили о вас, вы сказали о себе. Вот у нас только сестры приехали, вот такие вот. Ну, кто-то меня знает, в прошлом году я был, мы виделись с вами, да. Вот, поэтому у нас просто есть те, кто еще не определился в своей вере. То есть, вот есть у нас люди, которые, ну, вот, не знаю, там, я верю, не верю. И это очень важно определиться с объектом своей веры. Потому что, если ты не определишься с объектом своей веры, ты все равно не перестанешь быть верующим человеком. Все люди, они априори верующие люди. То есть, неверующих людей не существует. Все люди верят, начиная с родителей, учителям, телевизору, вот, и всему остальному. Но все это приводит лишь в результате к суеверию. Если объект веры будет истинным, то тогда человек сможет стать свободным от лжи. Если объект веры не выбран истинным, то тогда вся жизнь его будет во лжи. Вот так, он будет верить всему тому, что ему будут говорить. Вот, с экранов телевизора, со страниц соцсетей, вот, люди вокруг него, окружающие. Да его собственная совесть, его собственный голос внутренний будет его обманывать. Поэтому текст, он поможет нам с вами объединиться. Он находится в послании к Титу. Если вы, кто-то взял с собой Библию, то можете открыть это послание. Оно находится на 200... Третья глава находится на 260-й странице. Если вы пользуетесь электронной Библией, то... Это третяя глава. Третья глава 3-3. То есть, это несложно запомнить. Титу 3-3. Титу 3-3. Смотрите, как пишет апостол Павел. То есть, мы назовем... Если кто-то записывает, то у нас получится такое общение на тему лестница Павла. Слышали, что есть лестница Петра? Такое понятие, да? И Павлу тоже есть лестница. Кто-нибудь из вас в метро ездил? В Самарии нет метро, да? А, в Самарии есть метро? Да. Не такой большой. Серьезно? Да. А я, значит, вот, видите, я вот... Моя жена поверила мне, а я ввел ее в заблуждение. Я сказал, что в Самарии метро нет, говорю. Но, говорю, это миллионник, а тут метро нет. Ну, там есть ветка, да? Да. Семь, там, семь, там, семь. А, даже... Здесь, там, чтобы построили. Ну, так... Можно покатиться? Надо будет попробовать, да. Тогда я добавлю еще Самару в перечень наших городов, есть метро. Потому что я думал, что, ну, в Самарии нет метро. Ну, ладно. Хорошо. Видите, вот это пример, который я... Вот, подозреваем. Вот, не проверил этот факт. Вот. И, по крайней мере, хоть никому особо об этом не сказал. Но в жрине своей. То есть, подъезжали мы к Самарии, я говорю, в Самарии, говорю, нет метро. И в Самарии, зато есть ЖД вокзал, которого нету в Европе. Нигде такого. Да. Какой-то уникальный еще. А, смотрите, не тот, который вот этот, зеркальный. Да, да. У нас в Самаре, да. Один такой. Вот, ну, что, ну, хорошо. А мы начинаем сейчас такое пробуждение, что вообще... Вот, это пробуждение будет самым ожидаемым. Да. Так вот, если, тем более, если у вас есть метро, то в большинстве своем вы на нем ездили, да? Спасибо. Ездили в метро. У вас там есть эскалаторы, да? Да. Да. Так, так, так. То есть, есть. Мы... Мы с Насипенко. На Киров. Кто есть? Кировский. Эскалатор подразумевает под собой два направления. Вверх и вниз. Есть вверх, есть вниз. Видишь, катится вниз и вверх. Вот. Также вот и про лестницу я просто говорил. Вот. Есть лестница, которая поднимает, а есть лестница, которая ведет вниз. Вот. лестница Петра, которую он пишет в своем втором послании, она подразумевает вписание ступенек, которые приводит человек к духовному подъему. А у Павла есть тоже лестница. Он использует ее в послании к Титу. Она описывает падение. То есть, она описывает как бы вот путь человека на на самое дно. И вот этот текст как раз вот мы с вами и сегодня рассмотрим. Титу 3.3. Ибо и мы были некогда несмысленны, пишет Павел, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Такое описание людей. Не знаю, но если быть честным, то когда-то я тоже был таким человеком. То есть, если этот текст на себя преломлять и быть честным, то я, могу говорить за себя, то я тоже когда-то был таким. И Павел пишет, что мы были тогда, когда-то таким. То есть, он использует местоимение первого лица множественного числа. Он говорит, не я или не ты, ты был таким, Тит. Ты был таким. Мы же любим тыкать кому-то, да? Он говорит, мы были такими. Хотя Павел был по своей собственной характеристике, он был человеком глубоко уважаемым. Харисей, да? Человек образованный, человек, у которого были хорошие связи, хорошие перспективы. Но тут он пишет, что мы были некогда. И вот он говорит, какими мы были. Вот первая ступенька, с которой начинается падение вниз, описано словом, мы были несмысленны. То есть, человек, знаете, есть люди безголовые. Вот, по сути, как бы, многие люди таковыми и являются. То есть, физически у них голова есть на плечах, физически. И даже он в нее, в эту голову он кушает, вот, часто очень, и сморкается из этой головы. Вот, но в этой голове нету того, что можно было бы назвать бы здравым смыслом. Несмысленные. То есть, вот, люди невежественны. Несмысленные или невежественные, это как синонимы. Человек по своему неведению совершает дела, за которые потом ему стыдно. Когда к нему приходит понимание, когда ему приходит ведение о том, что это, ну, преступление, грех, вот, что это его разрушает, что это влияет на его отношения с близкими людьми. Вот, и если человек не стремится к собственному, постоянному образованию, а слово образование имеет корень образ, то есть в каждом человеке есть образ, кого-то. Вот. Вообще, Боже, да. Ну, люди, они такие существа, что они могут одновременно быть и богоподобны, и скотоподобны. То есть человек может очень высоко подняться, а может очень низко упасть. И вот образ, кого ты несешь. Люди видят в тебе Бога, либо они видят в тебе, ну, по-разному. Там ты можешь любое животное себе представить, вот, с каким ты себя ассоциируешь. То есть поведение твое, оно по-другому. Многие люди живут согласно, так скажем, тому образу, вот, который в них наиболее ярче отпечатан. Если человек старается соответствовать тому образу, который заложил Бог, то он будет максимально богоподобен. То есть он будет вести себя так, как вел бы себя воплощенный Бог. Поэтому мы читаем Евангелие, и мы видим, как Бог стал человеком. Для чего Бог стал человеком? Бог стал человеком, чтобы человек стал человеком. Еще раз. Бог стал человеком, чтобы человек стал человеком. Поэтому пока ты не познакомишься с настоящим человеком, Что такое настоящий человек? Настоящий человек мы видим представлен во Христе. Вот это и есть настоящий человек. То есть повесть о настоящем человеке это не о ней и себе, повесть о настоящем человеке это Евангелие. Пилат скажет такие слова. Сей человек. В синодальном переводе там написано с большой буквы. Вот это человек. На фоне него я недочеловек. На фоне него моя человечность, она какая? Ущербная, немощная. Человек ли ты? От того, что ты прямо ходишь и кушаешь в голову, делаешь что-то своими руками, ты еще не говоришь о том, что ты человек. Человек, о котором говорит Библия, это не факт, это задача. То есть ты не просто родился человеком, ты человеком должен стать. Человек это категория становящаяся. Вот кошка, она родилась кошкой, и ей ничего не нужно делать для того, чтобы кошкой быть. А тебе, как помните, кто-то, если вы читали книжку в советское время, Баранским будь человеком, то тебе еще человеком нужно, нужно стать. Нужно стать. Стал ли ты человеком? Вот этот вопрос задает Евангелие. Через Христа. И я на фоне Христа вижу, что я человеком-то еще не стал. Не то, чтобы даже к Богу близко, я даже человеком еще не стал. Во мне еще от человека так мало. Во мне скорее больше, как бы, чего-то животного, чего-то инстинктивного, рефлекторного, чем того духовного, которое я вижу во Христе. Зная об этом, Бог и становится человеком, чтобы продемонстрировать нам настоящую человечность. То есть продемонстрировать нам ту цель, продемонстрировать нам ту задачу, которую каждый должен выполнить. Но люди в большинстве своем об этом не задумываются. И падение еще раз вниз начинается с того, что человек ведет жизнь невежественную. Невежи. Невежды. Человек невежда – это одна из групп, один из представителей группы Риска, о которой напишет апостол Петр во втором послании. Он скажет, что есть невежда, а есть люди неутвержденные, которые могут читать Библию, но если ты невежда, то это Писание ты будешь превращать в собственной погибели. Что даже если ты читаешь Библию, но ты несмысленный человек, то Библия может сыграть с тобою плохую шутку, в кавычках. То ты можешь погибнуть. Поэтому если ты невежда, то лучше Библию в руки не брать. А чтобы приближаться к Библии, ты должен быть уже человеком, который стоит на пути богоподобия. То есть ты становишься человеком, который пытается внутри себя восстановить образ Бога, отойти от животного и приблизиться ко Христу. Многие люди совершают в большинстве своем поступки просто так, не думая или боясь задуматься. Поступки, которые они делают в детстве, в подростковом возрасте, они имеют глубокие последствия и продолжение в течение всей жизни. Он сделал об этом не думая. Просто, знаете, вот не думая. Люди рождаются, не думая. Вот и встретились два одиночества, развели у дороги костер. Все. После этого, ну, случайно, связи случайные и последствия печальные. Появляются дети. Вот. В таких условиях. То есть человек многое делает, знаете, но не думая. Не думая. Делает инерционно, а движен некими подсознательными внутренними силами, которые внутри него действуют разрушительно, деструктивно. Библия опишет эти действующие силы, как закон греха и смерти. То есть человек это носитель колоссальной разрушительной силы. Человек вокруг себя все разрушает. Все разрушает. Начиная с детства. И чем он становится старше, чем он взрослее становится, чем больше он обретает силы, чем больше он обретает способностей, тем на большее разрушение он способен. Своей собственной жизни и жизни тех людей, которые вокруг него. То есть он не созидает. Он разрушает. Разрушает. Разрушает свой внутренний мир. Разрушает отношения, экологию, так если глобально вообще говорить. То есть вот он не может с этим ничего сделать. Он живет и разрушает. Если не так, то тогда вокруг нас не было бы столько мусора. У нас даже проблема с мусором. В стране, как минимум. Мы в каждой деревне, в каждом городе. Люди после себя оставляют горы мусора. Эти горы мусора есть и в отношениях межличностных, и просто в бытовом плане. Человек совершает многие поступки не думая. Не думая. Вот просто знаете, как вот его влечет, и он влекон. Его поманили, и он пошел. Ему показали, сделали так, и он стал смеяться. То есть в большинстве своем мы расхлебываем за то, мы расхлебываем те последствия, которые пришли к нашу жизнь в результате нашего бездумного поведения. То есть мы потом начинаем догонять. У нас как бы включает как будто запоздалое зажигание. Оно срабатывает потом, догоняет потом. Когда уже нет людей, перед которыми ты хотел бы извиниться. они умерли. Когда уже ситуация, в которой бы ты мог что-то исправить, ее нет, ее не повторить, нет машины времени. Мы живем в линейном понимании времени. Мы не можем вернуться обратно и повторить это все же самое. Поэтому каждый поступок, каждый шаг, каждое действие, оно подразумевает определенную осмысленность. Осмысленность. если человек неосмысленно себя ведет, то он в жизни просто напоминает лодку без паруса, без якоря, без весел. Его будет кидать из стороны в сторону. Он не знает, что с ним делать не с самим собой, не с теми людьми, кто рядом с ним. Следующая ступенька. То есть в таком состоянии человек максимально способен на бунт. Непокорный написано. Человек, не задумывающийся о последствиях, это человек, который максимально способен к бунту, к мятежу и к непослушанию. Это то, что мы приобретаем на генетическом уровне. Поэтому ребенка, у нас сыну два года, ребенка надо воспитывать, то есть ему нужно прививать, так скажем, ему нужно менять, ему нужно его нужно настоять, его нужно обувливать где-то. Почему? На его генетическом уровне он имеет вот эту врожденную силу в ряда в смерти. Его не влечет пойти взять тряпку и, допустим, там сзал здесь под кровать вытереть пыль. Нет такого. То есть у него есть влечение пролить воду из ведра, нарисовать что-то на стенке. И, к сожалению, люди такими остаются с годами. То есть у них есть врожденная тяга к непослушанию, непокорность. Они не задумываются, к чему это может привести. И напоминают Фортоса из фильма про мушкетеров, который сказал фразу «Я дерусь, потому что просто дерусь». Помните такого? А есть еще одна очень интересная фраза, ее написал Александр Сергеевич Пушкин в «Капитанской дочке». Кто читал «Капитанскую дочку»? В школе. Кто-нибудь помнит такое произведение? да. Название произведения Пушкин такой тоже есть, да? В каком веке он жил? В серебряном. 1799-1837. Хотя в 19-й веке. Александр. Паша знает даже даты. Это уже спасибо. Пушкин написал «Капитанскую дочку», в которой есть такая фраза, что русский бунт бессмысленный и беспощадный. То есть какой он? Бессмысленный. Да. И беспощадный. Кому? К бунтовщикам. Сам бунт по себе несет разрушение. Кого? Всего, что попадает в сферу его деятельности. Кто разрушается прежде всего? Бунтовщик. Страдает бунтовщик, страдают люди, которые в этот бунт вовлечены. Человек это существо непокорное, бунтующее и непослушное. Вот так. Нету покорности и послушания у детей к родителям. Нету покорности и послушания в отношениях у мужа и жены. Нету покорности и послушания между работником и работодателем. Нету покорности и послушания между, так скажем, друзьями и вообще в обществе. То есть люди стараются быть максимально друг от друга независимыми. Признать свою зависимость, это значит признать свою слабость. А мир диктует определенные правила поведения, в которых ты должен быть сильным, независимым, влиятельным человеком. Но в результате ты оказываешься слабым, зависимым и нуждающимся. Но не от Бога. Когда человек признает, что он существо ограниченное, зависимое, зависимое прежде всего от своего Творца, то автоматически он становится свободным от всего остального. Если он не зависим от Бога, то он будет зависим от Бога. Ну, просто, мы говорим, там, от обстоятельств. От обстоятельств. Просто от обстоятельств. Человек зависит от обстоятельств. Человек зависит от мнения окружающих его людей. Ну, от факторов масса. И он становится зависимым. Но когда он признает, что он не может быть независимым, не может, что он сотворен с зависимостью, с привязкой, то есть он, как электросамокат, он может проехать какой-то отрезок пути, но ему нужна подзарядка, ему нужна розетка. То есть он не вырабатывает постоянно, не генерирует постоянно ток. Он не является вечным генератором. Он не может внутри себя иметь жизнь. Его жизнь слишком зависима от того, кто эту жизнь дал. И сам он эту жизнь себе не дал. Он даже не определил время своего рождения, место, родителей. Он не назначил встречу им в роддоме где-нибудь. Появился уже в этот мир зависимым человеком. Сначала от родителей, в прямом смысле. А потом уже от общества, от всего. Но самое главное это зависимость от Бога. И когда человек осознается в этом, то у него происходит вот этот переворот внутри. Он становится зависимым от Бога и больше ни от кого независимым. Хотя добровольно он вверяет себя тем, для кого он живет. Но добровольно это делает уже. И тут будут решаться вопросы и с зависимостями химическими, и с созависимостями эмоциональными, и с разного другого... Ну и с разного рода аддикциями. Есть такое понятие. Аддикция, зависимость. Пока же человек остается в состоянии непокорности, то есть непослушания, покорности нету, то он будет напоминать вот этого необузданного осла, лошака. Вот мы говорили с вами, в каждом человеке есть образ кого-то. Ты либо осел, вот который, вот со слами в чем проблема? Вот осел, он упертый живет, упрямый. Вот люди есть, мы говорим, ты ведешь себя как осел. Почему? Ну ты упрямый. И Бог говорит, не будь как осел, как лошак несмысленный, которому нужно у дела влажать, вот, которого нужно тянуть. Или как, допустим, вот видели гонки на оленях? Кто-нибудь видел? У нас на севере проходят всегда гонки на оленях. На праздник севера. Сидит сам непосредственно оленец, ну, погонщик. У него в связке там несколько оленей. У него палка такая длинная, которая называется хорей. Это палка, под которой погоняют оленей. То есть вот он этой палкой, вот он бьет. Вот у Бога тоже такая палка есть для каждого из нас. Если мы не двигаемся в том направлении, которое необходимо, то Бог применяет эту палку обязательно. Когда мы не овцы. Вот, когда мы не овцы. Ну да. Ну, овцы тоже разные есть. Вот там на ферме, там мы ходили сегодня гулять. Ну, там такие животные, которые слабо подиграют. Ну да. Поэтому животное, и оно находится в состоянии зависимости от того, кто поставлен над ней. То есть от человека. Праведник печется о скоте своем написано в Библии. Если праведник. Если человек не праведник, то он будет животное эксплуатировать. Он будет его использовать. И животное будет это чувствовать, оно будет, соответственно, как бы, вот и вести себя. Вот. Итак, человек, вот он, видите, может быть как лошадка, косел. Ну, непокорность такая у него есть. И ему кажется, что он независимый, ему кажется, что он такой бунтарь, ему кажется, что он выступает против, он может против всех быть. Против всех. Вот ему лишь бы найти ситуацию. Любая ситуация возникшая. Прививки, непрививки, да без разницы. Без разницы. Не будет прививок, там появится другая какая-нибудь. Урожай, неурожай, погода, непогода. Ему нужно быть вот этим куконным политиканом, вот, который находится в состоянии постоянного бунта. А бунт, непокорность приводит к чему? К недовольству. Недовольству. То есть вот это духовное падение. Видите, оно имеет вот такой алгоритм. То есть человек, он вроде бы может сидеть на этом кресле продавленном, с вытянутыми коленями на своих трико. Годы. Но он находится в падении. То есть он падает. Падает. Он летит. Летит вниз очень, ну, быстро летит. Разбивается периодически где-то. Но продолжает падение свое. Непокорный, бунтующий. В своих глазах независимый. Но на самом деле он в своей скорлупе, вот, скованный своей собственной греховной волей. Связанный этим. И люди, которые непослушны, они не будут никогда успешны. Никогда. Непокорный человек никогда не добьется в своей жизни того успеха, о котором он мечтает. Никогда. Любой человек, добившийся успеха, в своей жизни проявил определенное послушание, смирение, покорность. И через это он приобрел довольство и удовлетворение в жизни. Как стать довольным? Начинать слушаться. То, что тебе говорят. То есть, если ты недовольен, то ты просто не послушен. Ты будешь доволен, когда начнешь слушать. Когда я у своего сына забираю телефон. Уже? Да. Он недоволен. Вот. Ну, когда он, допустим, слушается, я говорю, ну, там, ему объясняю, что этот, ну, вот, ну, потом, мы чуть попозже с тобой воспользуемся, там, что-то посмотрим. Вот. То он, ну, как бы, проявив послушание, он имеет такое вот довольство внутри себя. Ну, что, переключается его внимание, вот, и все. То есть, как бы, бунт, который может возникнуть, ну, вот, истерика, там, она быстро, как бы, сходит на нет. Вот. Многие люди до сих пор так себя ведут. То есть, вот, заберите у человека телефон, вот. У него будет, да, включите его. У него скажет, кто-то здесь знает. У него начнется сразу... Подденье. Нет, да. Скорее, он не начнется, а оно просто-напросто появится. Вот. Потому что он находится в постоянном таком подденье, если он не слушается, что ему говорят, то у него нет... В результате человек, третья ступенька, это человек заблудший. Заблудший. Человек несмысленный, непокорный, это человек заблудившийся. Кто-нибудь из вас терялся когда-нибудь? А в взрослом возрасте вы терялись где-нибудь? В лесу терялись ни разу? Кто-нибудь терялся? Да. Я терял. Ну вот, чтобы вы понимали, вот это... В философии есть такой термин, понимали, что такое экзистенция. Слышали такое слово? Есть некое вот это переживание, я назову так, но есть, есть такое переживание. Вот попробуйте его реанимировать. Кто-нибудь терялся из вас, мы один раз пошли в лес, у нас там на севере сопки. И ты на одну сопку залазаешь, потом на другую, и когда уже... Оно там все одно и то же. Сопка, сопка, летом, сопк, этого все. Вот и потерявшись там, там с ориентирами вообще сложно. Тебе уже эти грибы не нужны. Не знаешь, куда идти. Который ты набрал вообще абсолютно. Все, ну вот, человек потерялся. Не знаешь, куда. Сначала у тебя, вроде бы, как бы сильно паники нету, когда ты думаешь, ну вот я на эту сопку поднимусь и там увижу, потом на дна, другая, третья сопка. И ты понимаешь, ты не знаешь, в каком направлении ты движешься. Не знаешь, абсолютно все. У тебя нету там, конечно, ты же там новый, ты же никтан. Ты компасом-то не умеешь пользоваться. А если ты просто пошел в лес, как любитель, с ведрами для грибов, и все. Ну, конечно, ты потерялся. Состояние, конечно, напоминает состояние отчаяния. То есть человек заблудившийся, это человек, который находится в отчаянии. Все. У него отсутствует адекватная оценка реальности. Вот кто-нибудь, если терялся, у вас есть такое вот понимание, да? То есть вот вы потерялись, у вас отсутствует адекватная оценка реальности. Ты не знаешь, как бы, ну все, ты, спутанность мыслей приходит. Вот ты, как будто, ну, как будто у тебя повышается там уровень адреналина в крови. То есть ты становишься человеком неадекватным. Ты близок к состоянию аффекта. Все, что делать? Да, да, я только, знаете, закрою сразу уже неадекватные становишься. Думаю же, прям, про другого. Вот, ну, заблудиться можно не только в лесу. Заблудиться можно в жизни, в любой ситуации заблудиться. Человек заблудившийся, это тот, который потерял ориентир. Человек заблудившийся, это тот, который, ну, так, в какой-то прекрасный момент вдруг понял, что он не знает, куда он идет. Что он, как в сказке про стрельца Федота. Пошел за тем, не знает зачем. То есть вот он вдруг понял, что, женившись, купив машину, взяв квартиру в ипотеку, заработав какие-то деньги, свозив всех в отпуск, выплатив долги, вот, он вдруг понимает, что это не было целью. И он вдруг понимает, что родив детей, воспитав их, взрастив и появившись в внуке, он уже понимает, что это тоже, как бы, не является для него смыслом. И он начинает делать то, что он делал когда-то еще, когда был подростком. И, в принципе, то, что он всегда делал. Пить, там, как бы, он всегда пил, только тут он начинает пить еще больше. То есть он пытается, как бы, из этой реальности убежать. Страх приводит, страх заблудившегося человека приводит к тому, что он хочет в реальности убежать. Он не хочет в этой реальности быть. В Библии по поводу таких людей есть такие сроки, чтобы мы все были некогда, как овцы. Каждый, совратившийся на свою дорогу. То есть все люди Богом описаны, как потерявшиеся, заблудившиеся. Каждый шел по своей дороге. У каждого был свой лабиринт Минотавра. Слышали про такой мультик, смотрели? Кино смотрели. Ну, это уже я, по-вот, примитив, как бы, ну, упрощаю совсем уже. Понятно, что не читали бы мифологию Древней Греции. Вот мультик смотрели про органавтов. Вот там был лабиринт Минотавра. Попадая в который, люди терялись. Вот жизнь человека напоминает такой лабиринт. Ты вошел в него, и все. Ты не знаешь выхода из этого лабиринта. Где-то может быть чуть светлее, где-то совсем темно, где-то разные углы, где-то они острее, где-то они более гладкие, где-то теплее, где-то прохладнее. Но это все, на самом деле, как бы, это, ну, очень быстро проходящее. Как бы описание действительности. Самое главное, ты не понимаешь, для чего ты, куда ты двигаешься. То есть есть полная дезориентация. И ты понимаешь, что ты где-то под Самарой, сколько тебе лет. Это все понятно. Ты не понимаешь, когда я спрашиваю людей, особенно, так сказать, ну, или в церквях, или, там, на реабилитации. Я спрашиваю, допустим, ты ориентируешься, что будет с тобой в течение ближайших двух лет? Нет. Слушай, нам тоже никто не ориентируется. Ну, то есть, как бы, ты можешь примерно предположить, куда ты двигаешься в ближайшие два-три года? Нет. Ну, я у вас это не спрашиваю. Я просто говорю, что многие, в большинстве, там, 90% опрошенных, они не понимают, куда ты двигаешься в ближайшие два-три года. И речь идет не о том, что ты просто настроил себе каких-то планов. Речь идет о том, что ты прекрасно представляешь, вообще, да, осмысленно представляешь свое движение. И когда у тебя есть осмысленность в своем движении, то, скажет один философ в 19 веке, когда ты знаешь, зачем, ты можешь преодолеть любое как. Если ты не знаешь, зачем, ты не преодолеешь ни малейшее как. А зачем это все? Ну, для чего? Зачем тебе реабилитация? Да? Зачем она тебе? То есть, ты просто стал трезвым. Есть много трезвых людей, хороших, трезвых людей. Очень много. Просто после реабилитационной жизни многих людей напоминает просто здоровый образ жизни. ЗОЖ. Я не курю, не пью, не матерюсь. Вот в чем разница между тем, чтобы не материться и не смотреть телевизор? И не пить колу-колу. Вот допустим. Материться нельзя, а смотреть телевизор человек думает, ну, это нормально. А материться нельзя. То есть, у него есть как бы эта установка. Ему нельзя материться. Это не цензурная брань. Но когда он смотрит телевизор, а там идет поток разной, так скажем, информации, которая тоже погранична в плане цензуры, у него нет установки этой. У него нет представления. Нормально это есть просто. Ну, не материться. По крайней мере, суд. Раньше, значит, лучше люди были. Кажется, телевизор покажут два канала. Новость и Лебединное озеро. А сейчас тарелку поставили, не знаешь, что включать. Мне кажется, это просто осознательно человек делает установку к себе. Вы говорите, нет установки, а подсознательно она по-любому есть. Мне просто интересно, по чем отличается человек, который стал трезвым, отличается от того, который, знаете, вот если люди говорят, я никогда не кололся. У меня жена, она никогда не пила и никогда не кололась. Но она не употребляла никогда. Вот, может быть, из вас кто-то есть. Вот, я имею в виду, есть там сестры кто-то. Мы все с грехом. Ну да, вот есть люди, ну, и одно дело, знаете, человек пробовал, а другое дело, он как бы этим профессионально увлекался. Есть люди, которые просто, грубо говоря, там, которые пили там через самую пиноколаду иногда, вот. А есть те, которые в результате, как бы, ну, сделали дрейф в сторону трех семерок. Вот, пиноколады. Разное есть представление об этом. Важно очень, смотрите, да, важно очень иметь перед собой осознание, для чего, допустим, там, ну, если брать реабилитацию, просто почему и реабилитация, потому что мы находимся с вами, ну, вот, так скажем, в процессе, в процессе, так сказать, реабилитационном, да, вот. Понимать зачем, для чего. Я просто стал трезвым, и все. И тогда, ну, тогда мое отношение к христианству, к вере, к Богу, вот, ну, оно таким прохладным поверхностным, каким-то, дистанционным оно может быть. Я просто, как бы, поблагодарил всех, спасибо, как бы, вы мне позволили стать трезвым, вот, ну, без капельницы, там, бесплатно в какой-то мере, вот, и все. Вот, то есть, ну, я пришел для того, чтобы стать трезвым. То есть, человек приезжает и говорит, для чего ты приехал? Что ты хочешь? Вот возьмите сегодня и напишите. Я только сейчас хотела сказать, кто-нибудь можно написать? Ответ. Да. На вопрос Иисуса, который Он задал слепому Вартемею. Он спросил у него, что ты хочешь от меня? Ну, что ты хочешь от Бога? Этот ответ нужен не мне. Я не исполняю желание. Бог тоже желание не исполняет. Бог не исполнитель желания. Нет, я сейчас совпадет. Просто, ну, я вот могу ответить, ну, для чего. Ну, я, вот, мне сейчас просто пришло на сердце. Просто, я хочу, вот, ну, честно, не просто там быть трезвым, да, а, ну, и, то есть, я пошел там, и из центра все вышло. Я не курю, не колюсь, не ругаюсь матом. Нет, мне интересно познать духовный мир. Потому что мир спой я уже знаю. Значит, там, там ничего никогда, ничего не поменяет. Сколько ты готов заплатить за это? Самое, самое дорогое, что у меня есть, это мое время. Ну, хорошо, вот, хорошо. Только, то есть, ты готов все свое время посвятить на это? Да. Да? Как часто ты читаешь Библию? Ну, два раза в день. Так, хорошо. Как часто ты молишься? Сколько времени ты проводишь в молитве? Ну, не часто. Ты можешь проверить у себя, сколько твое время оно, скажем так, ты платишь. То есть, либо ты просто пообещал платить, и ты не платежеспособен. То есть, ты, как бы, грубо говоря, взял на себя обязательства, но ты по векселям, ты не платишь. Вот так. А христианство, оно, к сожалению, в последнее время, оно представляется таким трехкопеечным. Ты, то есть, хочешь три копейки вложить, а на выходе получить три тысячи. Испытает. Вот так. То есть, минимум ты хочешь, как бы, ну, да, вот вложить, а на выходе, как бы, выхлоп, чтобы у тебя был как можно больше. Ну, это, это уже про выхлоп, а, ну, это процесс идет. Ну, конечно. Ты, если ты будешь стоять, конечно, ты будешь... Ты проверяй, нет, я же не экзаменатор. Ты проверяй сам себя. Ты говоришь, я уеду, на днях уеду, ты же не будешь мне писать там отчет, чтобы сколько ты хочешь. Но рассказывать это, допустим, что я прочитал там в Библии, там, ну, там, эту главу, там, и что-то я подумал. Я не экзаменатор. А зачем я расскажу? Я же вовсе говорит. Ну, конечно, я просто спросил, ты говоришь, я, вот, ну, я знаю зачем, я хочу это, А я в свою очередь задал встречный вопрос. А сколько ты за это платишь? Чтобы получить образование, допустим, где-нибудь в хорошем учебном заведении, люди платят хорошие деньги. А мы иногда приходим в это заведение учиться со своей суммой. Нам говорят, сходи в буфет, купи себе внуки сейчас на эти деньги и все. Ты даже не сможешь учиться. Ты принес такую сумму, на которую ты сможешь просто покушать в буфете. То есть ты приходишь ко Христу, к Богу, в духовный мир, ты приходишь. И говоришь, я готов, но вот на столько. Или наоборот, я готов на многое, но по факту я вот столько вкладываю. Вот сколько времени я провожу с Богом? Каждый человек может такой вопрос задать. Сколько времени? Что в каждом дне я имею от него? Что в каждом дне я ему отдаю? Что я вложил в этот дне, в духовный мир, в свое духовное развитие, в свое духовное образование? Ну что? Вот у меня, я не говорю, что там как бы, ну просто если там, обычно говорят, там, врач исцели себя самого, да? То есть как вот ты. Вот. У меня есть какое-то внутри от Бога данное вот такое обличение постоянное. Я своей жене говорю, вот мы пошли покупать не штаны, джинсы пошли. Просто бытовая ситуация. Пошли в магазин, купить джинсы. Но покупка джинс занимает времени столько, что там нужно их вытойтить. Это еще когда ты, допустим, не женат, я не был женат, я пошел и купил. Вот. Тут же надо идти вместе, чтобы это, ну, соответствовало. Как бы нравилось не одному, а двоим. Понимаете, ну, усложняет все это. Вот. В результате, допустим, ты какое-то время проводишь, и я ей говорю, на выходе, говорю, и за это, в этом дне, в этом дне, в этом дне, я, ну, я, ну, не читал ничего, чтобы могло меня назидать, я потратил это время в пустую. То есть внутренне, приобретя вещь, я внутренне чувствую себя. А как же жертва общительным садом? Ну, конечно, с женой, да? Это тоже жена. Это, знаете, как говорит Артур Симонян, Господь царствует, а жена, если ты с ней находишься, она на месте. Ну, если, допустим, мы, смотрите, если мы люди, которые могут быть людьми влияния, то тогда, значит, время, которое я отвожу для своей жены, время, да, должен я распределять, должен я его наполнять чем-то. Понимаете? То есть если, ну, как бы я беру на себя ответственность влияния, духовного влияния, то я отвожу это время жене, и, соответственно, и она на меня влияет. Но я задаю, как бы, тему, понимаете? То есть я являюсь тем, кто наполняет этот объем, наполняет содержанием. Если я просто где-то бываю, говорю, да ладно, ну там, пойдем куда-нибудь там, что-нибудь там, вот так вот, все, то тогда так оно все и будет, вот так вот, по пустительски. Вот так вот, ну, по накатанной. Конечно, какая там жертва общительности будет? Ну, такая поверхностная, вот такая, неглубокая, знаете? Женщины любят глубокое общение. Эмоциональную разрядку, разговоры такие, которые бы касались бы каких-то там струн души. И чем глубже, как бы, эти струны затрагиваются, тем больше удовлетворение приходит. А можно просто поверхностно. Вот это то, что касается жертвы общительности. Так вот, если человек не имеет внутри себя вот этого индикатора, нету его, тогда он удовольствуется свиными ложками. Вот в корыте там поросята есть у нас. Им приносят, они кушают. И сразу есть хлеб. Хлеб, который кладут им, хлеб, который едим мы. Правильно? Но есть то, что в корыте, а есть то, что на столе. Мы не едим из корыта, мы едим со стола. Но в большинстве своем люди предпочитают корыта. То есть корыта, которая подает им общество. Общество. Информационные технологии. Сами они имеют внутри себя не склонность ни к образу Божьему, а, как я говорил, к скотскому состоянию. К животному. Соответственно, а животному куда лучше? Корыту. И с корытом будет питаться человек. Поэтому важен очень индикатор. То есть мы хотим вложить, мы хотим иметь что-то, а пропорциональности нет. То есть слишком мало мы вкладываем. Значит, нужно больше вкладывать. Льюис Кэррол написал такую сказку про Алису. Две части там есть. «Зазеркалье» и «Стране чудес». Я не говорю, что вы что-то читали. Я говорю, что вы сегодня посмотрели мультик? Хорошо. Там был один персонаж такой. Кролик. Кролик, который бежал. И Алиса спрашивает у него, почему ты бежишь, да? А он отвечает, потому что в нашем мире для того, чтобы стоять на месте, нужно просто бежать. А для того, чтобы тебе попасть куда-то, куда ты хочешь, тебе нужно бежать два раза быстрее. То есть в жизни многих людей они напоминают этого кролика. Ты суетишься, ты что-то делаешь, то ты стоишь на месте. А если ты хочешь чего-то достигнуть, то тебе нужно в два раза больше сделать для того, чтобы попасть туда, куда ты хочешь попасть. Если ты не прикладываешь это в двойное усилие, то ты так и будешь стоять на месте. Вот так. Хорошо. Заблудшие. Да, мы говорим с вами о людях, которые заблудились. То есть вот люди, которые не имеют представления, куда они двигаются, они напоминают потерявшихся. Животных. Животные теряются, люди теряются. В результате их надо искать. Целые спасательные разворачивают, правильно, как они, экспедиции, чтобы спасти. Вот Бог, он развернулся в спасательную экспедицию. Вот он пришел спасти. Он как спасатель, да? Только спаситель, и не спасатели. Пришел спасти заблудших. Следующая ступенька написана «Были рабы похотей и различных удовольствий». То есть мы спускаемся все ниже. Итак, человек дурной, непокорный, потерявшийся в жизни, еще и раб похотей и различных удовольствий. То есть человек является зависимым от чего? От удовольствия. В мире учат, избегая боли и получая удовольствие. Счастье-это удовольствие. Поэтому, когда ты не получаешь удовольствия, ты несчастлив. Вот такая взаимосвязь. Нет удовольствия, счастья нет. Все. Люди несчастны. Почему? А удовольствия он не получает. Удовольствие человек хочет получать ежедневно. Ежедневно. С какой-то стороны. Это нормально, это неплохо. Тут не идет речь о том, чтобы превратиться в какого-то там, скажем, садомазохиста. Вот. Но речь идет о том, чтобы удовольствие не контролировало тебя. А в большинстве своем удовольствие становится чем? Становится детерминирующей причиной. Я расшифрую. То есть становится таким фактором, который влияет на твой жизненный вектор. Вот, допустим, свиньи, которые там у нас живут, они могут вести себя как кошки. Они могут собаку вызовут себя. Нет. Не могут. Нет. Кошка не может вести себя как собака. Она детерминирована своей природой. То есть ее природа обязывает ее вести себя. Какая? Кошачья. Вот так. Она поступает по-кошачьему. Хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Да, Малера? Знаешь, да, продолжение? Нет, какого-то песня не хочу. Вот. Вот так. Почему? Ну, а разве животное будет стесняться? Нет. Поэтому и человек скажет такую фразу, что естественно, то... Естественно чему? Естественно моей природе. А природа это что? Это набор инстинктов, рефлексов и определенной, так скажем, генетической информации. Все. Вот так будут воспринимать человека все те, кто считают, что он произошел из первородного бульдера. Все где-то пукнуло, булькнуло. Взорвалось. А потом в результате рыба вышла на землю, залезла на дерево, а с дерева слез уже человек. А вот. Итак, были рабы пахотеи и различных удовольствий. Раб это тот, у которого нету ни возможности, ни правовых каких-то, так скажем, гарантий поступить согласно своего чего? Своего мнения. Да и, в общем-то, у раба никогда это мнение не спрашивали. Раб воспринимался еще со времен Аристотеля, воспринимался как сельскохозяйственное орудие. То есть, у тебя есть две мотыги, три лопаты и четыре, те, которые будут это как бы делать. То есть, даже такое отношение к рабам было бы не как к людям. То есть, человек даже теряет свою человечность, когда становится кем? Зависимым от своих желаний и удовольствия, которые возникают у него ежедневно на разных уровнях. На каких? И на телесных, и на душевных, и на духовных, и на интеллектуальных. То есть, вся человеческая природа, она всеми фибрами своими, как бы, желает постоянно кайфовать. То есть, постоянно получить удовольствие. Знаете, как, ну вот, грубо говоря, как бы, когда ты занимаешься профессиональным изменением сознания, ты можешь получить удовольствие от 100 рублей до бесконечности. То есть, ты можешь, как бы, на любую сумму достигнуть определенного эффекта. То есть, человек постоянно стимулирует себя. И он не может выйти за пределы своей природы. И он таким образом живет жизнь животного. Он хочет, и он это делает. То есть, его хочу является его диктатором. Все вокруг, твое хочу, хочу, будет постоянно подпитывать. Постоянно подпитывать. Не отказывай от себя. Ты хозяин своей жизни. Ты должен, ну вот, ты должен взять все и ничего не отдать взамен. Ты должен только брать. Ты должен только потреблять. Раб похотей и различных с удовольствием. Хочу и все. От телевизора, там, ну, у него есть другие. И хохоти, и вот, у кого-то там, там босоедение какое-нибудь. Вот можешь ли ты воспрепятствовать своему хочу? Можешь или нет? Является ли твое удовольствие подконтрольным? Или твое удовольствие является анархичным? То есть, твое удовольствие, оно живет собственной жизнью, в которую он вовлекает тебя. То есть, ты скотоподобен или ты богоподобен? Человек богоподобен, это тот, который может свою природу контролировать. Потому что твоему желудку, без разницы, что туда налить, когда он хочет пить. Пиво, квас, кефир, молоко, вода, без разницы. Он просто хочет уторить жажду. Наливает туда уже кто? Личность. Личность. Отвечает за то, что будет внутри ее тела. Когда личность находится в состоянии поражения, когда дух человека находится в состоянии разрушения, то и все страдает. Тело все страдает. И тело постоянно как бы только двигается инстинктами. Есть два основных инстинкта. Самосохранение и размножение. Когда у тебя все плохо, тебе не хочется размножаться. Когда все более-менее стабилизируется, сразу хочется размножаться. Вот так. А как же народ играет? А что с ними? Они размножены. Они вообще все плохо. Стали есть, пить, а потом стали играть. А-а-а. Все? Да. Да? Только-только вышли, немножко отпустила и все. А что, разве не было некомфортно нам в Египте? Ну, я до сих пор не езжу. Протест. В Египте было достаточно неплохо. Это была хорошая такая атмосфера, в которой они размножались. Причем, как бы, в этом есть Божья рука, размножались при таких условиях жизни, которые, опять-таки, были не тотально плохими. Если посмотреть, если посмотреть, о чем они грустили, переживали, то многие люди сегодня не могут позволить таких продуктов. Они говорят, мы вспоминали бы, мы вспоминали бы, мы вспоминали бы, мы вспоминали бы на ногу, лук, дыни. То есть, это all inclusive. Это all inclusive, египетские. Как там, да, за любых сорок лет выводил не народ израильский из Египта, а Египет из израильского народа, да? Да. Вот так вот и, скажем так, наркотик вышел уже из тела, но наркоман остался где-то там в сознании. Поэтому поступки, и поступки наркомана. Наркоман не умер. Есть такая вот крылатая, в кавычках, фраза, что он, и умеет ждать, да? Ну, точнее, как бы, если он не умер, то он ждет. И ждет только тот, кто умер. Если ты умер, тебя не ждут. Если ты не умер, тебя всегда будут ждать. Когда ты умер, тебе нет вопросов. Тебя нет. Нет того человека. Он умер. Но если тот, о котором идет речь, постоянно о себе заявляет, то он не умер. И тогда постоянно, периодически, вот что? Ну, да. Поэтому и не есть. Надо ему помочь. И срывы, и все остальное. А умирать очень непросто. Это болезненно. Болезненно очень. Люди не хотят, я еще раз говорю, есть два основных инстинкта. Самосохранение и размножение. Люди избегают боли и стремятся к удовольствию. Реабилитация это больно. Когда на реабилитации не больно, это не реабилитация. Если тебе не было больно на реабилитации, то ты ее не проходил. Вот и все. И чем болезненнее будет реабилитация, тем она будет более эффективнее. Ты станешь тем, кем ты хочешь быть, только если будешь делать то, что тебе не нравится. Пока ты будешь делать то, что тебе нравится, ты никогда не станешь тем, кем ты хочешь быть. Вот такой принцип. Иисус честен со всеми. Люди думают, что прогулка с Иисусом это фан. Такой просто, ну, как бы по берегу моря. Это просто прогулка с Иисусом. С Богом, который исполняет желание. Нет. Бог желание не исполняет, Бог желание преобразовывает. Он меняет его. Он меняет. Когда меняется сфера желания, это свидетельствует о том, что человек изменен. Если сфера желания не изменена, человек остается прежним. Он просто трезвый. Трезвый алкоголик и трезвый наркоман. Трезвый грешник. Вот так. Он не умер. Ему не было больно. Ему было только приятно. Он только получал удовольствие. Он так и остался человеком, который зависит от удовольствия. А Евангелие подразумевает по собою смерть и воскресение. Ты не можешь воскреснуть, если ты не умер. Как ты воскреснешься со Христом, если ты с Ним не сораспялся? Не было больно. Павел каждый день умирал. Конечно. Каждый день умирал. Это было больно. Мы говорим, это как-то на самом деле, это не только метафорично и не только образ. На самом деле, это еще и описывает переживания внутри. То есть, каждый день отмирает что-то, что можно было бы охарактеризовать словом плоть, и каждый день воскресает, появляется что-то новое, что уже имеет отношение к образу Божьему в тебе. Если сегодня что-то не умерло, оно даст о себе знать. Оно просто переходит в латентную фазу. И все. Оно просто находится, знаете, как на паузе. Потом с паузы снимают, и все опять заново. Только еще хуже происходит. Итак, были рабы похотей и различных удовольствий. Следующая ступенька на этой лестнице падения. Жили в злобе и зависти. То есть, вот человек, смотрите, который, казалось бы, удовлетворяет всем своим желаниям, он не становится добрее. Кто-то думает, что если я был бы как почтовер Печкин, у которого появился велосипед, то тогда я бы стал другим человеком. Это просто у меня нету, ну вот, нету хорошей работы, нету хорошего оклада, паспорта нету, пенсии нету. Это просто нету у меня жены, мужа, детей. То есть, ты думаешь, что ты есть тот, у которого что-то есть. Ты становишься кем-то через то, что пытаешься что-то иметь. Ты так и не понял, что ты внутри есть тот, прежде всего, тот сам, который может ничего этого всего не иметь, но он будет из себя уже что-то представлять. Если человек думает, что он будет счастливым через угождение себе, через получение удовольствия, через приобретение каких-то вот этих компонентов, и он будет добрее, добрее это лучше, добрее это значит таким, ну, таким более довольным, на самом деле нет. Были рабы похотей и страстей, различных удовольствий и жили в злобе. Чем человек больше от жизни имеет, тем злее он становится. Почему, допустим, говорят люди сегодня, вот раньше были люди, не то, что нынешнее племя, богатыри не вы, да? Вот раньше, вот там, вот в наше время, ну, каждый пытается сказать, что вот в нынешнем веке ему, как бы, ну, что-то не нравится. Что идет постоянный какой-то морально-духовный спад. Постоянно идет какое-то ухудшение. А все на самом деле несложно объясняется. Сегодня мы живем в веке потребления. Сегодня максимально все направлено на то, чтобы человек больше потреблял. Вот если вы помните, допустим, ну, те, кому вот примерно, там, ближе к сорока годам, вот, и дальше. Вот вы помните, допустим, там, в стране, в которой вы родились и которой сейчас нет, не было так много магазинов. Но в каждом, допустим, на каждом районе люди жили и не умирали. То есть, ну, как бы, вот, ну, такого, ну, большого количества магазинов не было. И рынок не было. Ну, не говоря уже о торговых центрах. Продуктовые, хозяйственные. Раньше люди были добрые, а сейчас злые. А почему они были добрые? Почему? А везде. Еще раз. Ну, вы не слушаете просто. Еще раз. То есть, человек начинает больше иметь, и от этого становится более злым. Вот такой парадокс. Вот если говорить о прошлом, люди меньше имели, но они были добрее. Так может быть, тогда задуматься, что мне нужно не приобретать что-то вне себя, а приобретать внутри себя. Не вне себя приобретать, а внутри себя. То есть, мне нужно не богатеть тем, что будут люди видеть, а мне нужно в Бога богатеть. То есть, мне нужно быть богатым, но внутри. Иисус назовет это сокровищами. которые будут нетленны. То есть это будет не подлежать определенной инфляции. И речь не идет о том, что христиане ходят в какой-то ветоши. Или там кушают просрочку. То есть люди приходят на кассу, верующие не молятся, достают карту и платят. То есть людям не нужно брать пост, чтобы пойти в магазин, и Бог дал чудо, как бы и тебе отпустили только один путь едой. Все работают, все имеют определенную занятость, имеют определенные обязательства. Но есть очень глубокие вот эти фундаментальные моменты, которые формируют личность. И если ты понимаешь, что ты в глазах Бога имеешь определенную ценность, и ты как личность формируешься не от того, что ты что-то имеешь, а от того, кем ты являешься внутри, то тогда ты будешь направлять все свои силы, ты будешь направлять все свое время на то, чтобы внутри у тебя было как можно глубже, богаче, ярче и перспективнее. Если ты выносишь это вне себя, то ты можешь превратиться в раджу из золотой антилопы. Смотрели такой мультик? Да. Что с раджой стало? Насыпал. Заваляло. Ну, счастлив. Да? Ну, погиб. Многие так вот превращаются в раджу. Ну, как бы, не считает себя таким раджой, но на самом деле, как бы, это все его и задушит. Это все его изгубит. Поэтому в этом есть определенная истина, что чем человек больше старается иметь и угождать себе, тем он становится злей. Жили в злобе и зависти. А завистливый человек это какой? Недовольный. Опять, видите, недовольный и неблагодарный. И даже если у тебя много чего-то, то тебе этого всегда кажется недостаточно. Потому что есть... Это как у Пушкина в золотой рыбке. Да? У КОТОРОЙ ПОСТОЯННОЕ БЫЛО ОТ ЭТО ЛОТНО. ХОЧУ. ЕЩЕ. БОЛЬШЕ. ДАВАЙ. Вот. То есть она не могла, как бы, остановиться на определенном уровне. И чем больше она имела, тем более злее она становилась. И в результате... ОТОНОВИЛОСЬ. Она пришла к разбитому корыту, от которого они оттолкнулись. И, по сути, как бы, вернулась в те же отношения со стариком, которые гораздо более важнее, чем то, что она могла... Ну, и имела. Вот так. То есть, ну, как бы, там, Пушкин, да, так скажем, ну, вот он показал, да, что отношения между людьми гораздо более важнее. Что ты становишься кем-то из себя представляешь... Кого-то из себя представляешь ты. не тогда, когда у тебя что-то есть, вот, что-то есть видимое. А ты становишься кем-то, вообще, как скажут, с большой буквы. Когда внутри у тебя, вот, начинает проявляться образ Божий. То есть ты становишься человеком человека. Вот, поэтому идти на поводу удовольствий, желаний, это двигаться в точку крайней озлобленности. Озлобленности и зависти. Казалось бы, люди сегодня так много имеют. Сегодня у людей столько вещей дома, что можно одеть человек десять. Ты открываешь этот шкаф и думаешь, ну, я бы одел бы из этого шкафа человек десять точно. И даже ничего бы не, скажем, сильно бы не потерял. Ну, ты доволен? Нет. А, допустим, кто-то вспомнит, а раньше, когда появлялась какая-то новая вещь, удовольствия было больше. Когда эти вещи были в дефиците, да? Вот. То есть к вещи человек относился более бережно. Он более ценил, как бы, ее даже вот так. А когда вещь приобретается вот так, так скажем, просто играючись, когда человек может покупать себе на каждые выходные по одной футболке, то потом он этими футболками моет пол и просто их выбрасывает. Вот и все. Доволен? Нет, не доволен. Добр? Нет, не добр. Все это говорят. Вот такие люди стали злые. Потому что люди стали, ну, богаче. Иметь стали больше. Иметь. А иметь они стали больше. Почему? Потому что удовольствия стали больше в своей жизни спонсировать. Чем больше ты спонсируешь удовольствий, тем более злым ты становишься. Чем меньше удовольствий ты спонсируешь, тем вероятнее, что ты будешь более добр. Вот так. Это можно просто на себе проверить. Вот ты получаешь от чего-то удовольствие, такого, скажем, ну, там, не знаю, какую-то музыку слушаешь. Ты можешь себя ограничить с нее? Если нет, то тогда ты зависим от этого удовольствия. Зачем музыку ограничить? Действительно, не надо. Музыку, да? Не надо. Вообще, человек вообще себя не должен ни в чем ограничить. Абсолютно. Он не должен себе вообще говорить «нет». Нет, вот я про себя. Кофе Якобс Монарх в зеленой упаковке. Оно мной владело. Я не могла пить другой кофе вообще. И однажды я поняла, что это мной настолько владеет. Я остановилась, и я месяц не пила кофе вообще. Ну, то есть я ушла в такой пост от кофе. И потом я уже пила разный кофе, мне было все. Но я поняла, что я победила Якобс Монарх в зеленые кофе. Который меня держал вообще в такой... Да. Вот такая мелочь, а... То же самое Coca-Cola. С Coca-Cola! Кого-кого? Это физическое. Что-то. как она владеет она забирает за глазу твой твое время пока человек не будет смотрите как бы да но ты будешь для них там речь о пророке ты будешь для них как певец с приятным голосом они будут слушать тебя а потом просто идти и делать то что они делали до встречи с тобой поэтому можно как бы говорить очень много и говорить подробно описывать что то но если есть внутри твердыня говоря библейским языком есть твердыня говоря не библейским психологическим если есть установка если определенная забрала тогда как бы но человек так и останется на своих позициях даже не будет понимать не будет все его имеет у него есть установка ну то нибудь как бы я так не считаю все пока человек не станет настроены на вероятность того что то что я считал может быть неправильным ошибочным оно может иметь определенную так скажем погрешность я допускаю это хорошо я свою жизнь впускаю другого с его так скажем мнением я впускаю бога я впускаю слово божье я позволяю этому слову в своей жизни совершать определенные процессы тогда я буду идти по пути изменения а если я просто прихожу слушать ну хорошо ладно бывает еще на реабилитации людей за завтра скажем в кавычках заставляют слушать утром и вечером есть утром служение есть вечером ему это ну грубо говоря по барабану вот ему вообще как бы это вот он просто надо прийти приходит и слушает какая-то все равно там скажем капля там остается в нем конечно безусловно вот но он так и уйдет человеком со своими установками со своими убеждениями а если он со своими установками со своими убеждениями грубо говоря был самоубийцей наркоманом алкоголиком то тогда глупо это минимум глупо вот оставлять эти свои убеждения и установки если бы как я всегда говорю если мы с тобой видимся здесь мы не встретились в другом месте не в библиотеке имени Владимира Ильича и в читальном зале и начали рассуждать о чем-то мы встретились с тобой на этой площадке мы встретились то значит уже здесь ты как тот который не состоялся вот не состоялся не состоялся вот возможность состояться есть а пока а если ты вот уже здесь то ты уже ну вот сам вот вся ситуация обстоятельства которые тебе помещен показывает диагностирует не состоявшегося человека со своими убеждениями принципами мнением взглядами все ну можно оставаться вот таким вот полутвертым вот и тогда не будет никакого процесса изменения можно пробыть полгода год пробыть можно быть трезвым на реабилитации можно научиться молиться даже научиться медведи в цирке в велосипеде учат ездить обезьяну курить вот то есть можно многому научиться но если вот не начнется вот этот процесс метаморфозы то есть преобразование внутреннего вот то есть не начнет идти процесс замещения то есть как бы вытеснение старого и насаждение нового а с этим новым еще нужно приобрести навыки жизни навыки жизни это не просто вот новое я вот там кто им скажет ой так много интересного нового услышал в этот вечер когда мне люди говорят такая была вот хорошая проповедь я отвечаю если вы скажете это мне через полгода тогда это будет для меня показатель если вы это сказали мне просто вот там в конце то для меня это не показатель почему потому что проповедь которая произнесена она должна в своей жизни что-то принести определенный результат да практика должна быть она с работы должна короче кирилл все это должен умереть кирилл если мне удовольствие приносит чтение нет кирилл он что должен ограничивать кириллу пока на пути на пути выхода из агностического лабиринта он магностик ну вот поэтому у него есть свой лабиринт он по нему двигается но что делать бог таких любит вот хорошо а жили в злобе и зависти жили в злобе и зависти ну это мы с вами проговорили да вот человек находится вот на уже вот так низко ну вот злой завистливый вот завистливый он ну почему потому что недовольны всегда будут люди которые что-то имеют больше чем у тебя вот а у тебя оказывается всегда недостаток в результате как бы такая жизнь вроде бы все есть а удовлетворение нет следующее были гнусные написано были гнусные кто такой гнус гнус насекомое насекомое какое мошка да я даже не знал мелко противно да мелко противно хорошо давайте сюда кто-то у нас есть кто-нибудь из Сибири мошка я в Сибири я в Сибири я в Сибири я в Сибири пробыл полжицы хорошо ну вот там были гнусы эх ты и там одни и есть кто такой гнус тогда комар ну кто это комар хорошо какое это насекомое кровососущая вот это я и хотел услышать что гнус это кровососущая насекомое то есть человек вот о котором мы говорим да вот некто конечно это не мы хотя Павел говорит ну Павел пишет о себе и о своих друзьях но мы не такие же некто да я же не такой я вот есть такие люди так скажем да люди которые становятся в результате подобных вот предыдущих ступенек он становится еще и гнусным то есть кровососущим да у меня вот в современном переводе презренными презренными да то есть ну а человек который паразитирует на жизни другого на жизни другого в результате презренный презирает и презирают его то есть вот паразитирует тот кто презирает другого кто кто скажем а в своем ближнем видит только средства нам живо средства человек может быть целью а может быть средством когда другое рядом с тобою это средство то ты гнусный человек ты тот который паразитирует ты тот который с презрением относится к ближнему то есть ты используешь ближнего для своих собственных целей ты не достигаешь этого человека а достигаешь своего посредством него то есть он нужен тебе лишь просто для того чтобы совершить что-то в жизни попробуй ну использовать просто то есть просто человека использовать человека так скажем по матросике бросить вот ну это грустно это грустно вот то есть это почти уже предпоследняя ступенька правильно относятся к другому человеку с таким вот потребительским подходом и мы живем в век потребления но люди потребляют не только товары люди еще потребляют и друг друга в основном потребляют отношения потребляют доверия потребляют любовь потребляют То есть человек, ну, знаете, как люди есть, они в свою жизнь приходят, и они хотят что-то от тебя иметь, минимум они могут время от себя забрать, эмоции твои забрать. Они могут, ну, если у тебя ничего нету, ну, так материального, да, выжить с тебя, ну, что с тебя получить? Все равно он с тебя будет получать, ну, хотя бы что-то получить. Эмоции. Ну, ты хоть что-нибудь, ты ему там, может, денег ему не дашь, если у тебя нет, у тебя их нету, но он там меня будет твоим языком. Постоянно будет выжимать из тебя что-то. Это наши любимые банки. А? Наши любимые банки. Они из нас все выжимают. Ну, я не банкир, не знаю. Ну, это, опять же, не банки, а структуры людей, которые управляют этими банками. У тебя есть счета в банках. Конечно. Были. И все выжили. Забрали все, да? Да. Счета-то оставили хоть. Оставили. Все банки, все средства? Все забрали. Все банкирами? Да. Отобрали все средства? Конечно. Задолжили. Сначала я у них отбирал, а потом они у меня отбирали. Похоть и удовольствие делали свое дело. Это странно, когда банки-то при чем здесь? Да, если разобраться-то, при чем тут банки? Человек всегда будет говорить, что все виноваты, кроме него. В жизни они все забрали, он был таким честным и благочестивым, а потом в результате его даже взяли и обманули. И так человек злобный, завистливый человек в результате потребляющий другого. Ну и заканчивается все самым дном ненавистью друг к другу. Ненавидели друг друга. Ненавидели друг друга. То есть люди в результате живут в тотальной хронической ненависти к окружающим. Просто на бытовом уровне он говорит, я этого человека просто вот я его не перевариваю. Он меня бесит. Просто вот. Я не могу объяснить почему, как, за что. Вот он просто сам, его присутствие рядом меня обмораживает. Все. Вот оно меня выводит из себя. Я его внутренне, я его не принимаю. Отторжение в ней, знаете, вот такое вот. Ненависть. Вот. Вот такой вот у него вот. Вот. Такая реакция. Такой внутренний фон. это может быть в семье. Это может быть на работе. Это может быть локально, это может быть глобально. Это люди живут… если локально в какой-то точке, в какой-то семье, в каком-то доме. глобально это люди во всем мире. То есть, интересно, пока это тотальная просто ненависть друг к другу. Люди ненавидят друг друга. Другим. Вот человек приходит на реабилитацию, допустим, да, и говорит, я там вот, ну, хочу просто там прийти в себя, отрезветь, а потом мне нужно помогать маме, у меня дети есть, руки есть, допустим, да. Я, как бы, вот то, испытываю к ним, ну что, Саш, ты любишь этих людей? Конечно, люблю. А зачем ты так себя вел с ними? Когда был с ними. То есть, ты считаешь, что твоя жизнь, твое поведение, это свидетельство твоей любви? Нет. Может быть, тогда ты именно и не любил их? Может быть, тогда, скорее, как бы это иметь отношение к ненависти? А ты просто всегда, даже, смотрите, даже, ты просто не то, чтобы даже себя любил, ты и себя ненавидел. Потому что, когда ты бы любил себя, то ты так даже и к себе бы не относился. Но есть ненависть не только к ближнему, к другому, а есть еще и к самому себе и ненависть. Люди, которые, ну, так, если говорить, там, о зависимости, да, таких уже, ну, серьезных таких проблем, это же люди, которые себя ненавидят. То есть, это не принятие себя. Это же не, это конфликт внутри, внутри себя. Это же человек живет, как бы, представляете, ты засыпаешь с собой, просыпаешься с собой, видишь себя в зеркале, и у тебя нету принятия самого себя, довольства с собой, у тебя нету абсолютно адекватной самооценки. То есть, это просто ненависть. Люди накладывают на себя руки, заканчивают, там, быстрым самоубийством в жизни. А так, наркотики, алкоголь, это все медленное самоубийство. Вот, затяжное, мучительное, вот, с ненавистью к себе, к ближнему. Вот, спекуляция, какими-то чувствами, какими-то отношениями. Манипуляция людьми, для того, чтобы какие-то достигнуть своих целей. Ну, потребительское было, в результате, вот, приходит к ненависти. То есть, люди опускаются на самое дно. То есть, дно оказывается, вот, куда мы пришли, по этой ступеньке, по этому эскалатору, куда мы спустились. Дно, это же ведь не, не просто какая-то теплотрасса, где человек оказался, в результате того, что он там пробил все. Дно может быть у человека, у которого есть имущество, у него есть прописка, у него есть, так скажем, определенные рычаги влияния, но на дне. На дне. То есть, Бог ему говорит, ты на дне, ты живешь в ненависти, ты в нищете, вот, духовной. ты человек, который начал свое падение с невежества, несмысленности, а закончил ненавистью. То есть, каждый поступок, неосмысленный поступок, каждый инерционный поступок, каждое решение, принятое на эмоциях, оно приведет к результате ненависти. Не то, чтобы падению. Падение, оно приведет, падение будет характеризоваться, оно будет характеризоваться состоянием ненависти. То есть, человек не просто стерильно падает, отвлеченно от всех. То есть, вот он, где-то, падение его происходит, он, ну вот, как будто, скажем, в абстракции какой-то. Он же не абстракция, он живая вещь, вовлеченный в какие-то отношения. И в результате, как бы, его падения это ненависть. То есть, он живет в этой ненависти. А человек изначально устроен Богом, если мы говорим о том, что Бог как Творец, человек устроен изначально жить в атмосфере любви. Для человека любовь является той атмосферой, средой, в которой он может только развиваться. Почему люди, которые приходят в церковь или приходят на реабилитацию, то первое, что они переживают, они переживают не интеллектуальную начинку происходящего, они переживают как животные, на животном уровне, потому что пока еще они находятся в состоянии, так скажем, своего скоттообразного поведения. И они как животные переживают что? ласку переживают, доброе слово переживают, они любовь переживают, любовь, которую они не могут выразить, объяснить, любовь, которая для них, ну как, вот им дали койку, чистое постельное белье, перфоратор, чтобы он работал, вот, дали ему определенный, так скажем, набор каких-то бытовых элементов, чтобы он чувствовал себя комфортно, то есть вот он видит, да, через заботу, через принятие, через вовлеченность, он переживает эту любовь. А для человека всегда первично переживать отношение к себе, то есть вот вас интересует прежде всего не сколько я знаю, а как я к вам отношусь, а сколько я знаю, это вторично для вас, первично для вас то, как я к вам отношусь, потому что если я не выстрою сначала отношений с вами, то тогда все, что я знаю, оно останется только у меня, и оно не будет воспринято вами. То есть прежде чего, чтобы я мог передать то, что я имею, я должен выстроить мост, мост, который будет в виде той любви, которая проистекает от Бога через меня, если так оно происходит, то человек интуитивно, внутренне, чувствуя эту любовь, он готов принять то, что ему говорят. Когда ребенок приходит в школу, в начальных классах, допустим, то его характеристика учителя, когда он придет домой, будет немногословной. Он скажет, что учительница была какой? Добрая. добрая или плохая, или злая, все. То есть ребенок не придет и не скажет, мама, ты знаешь, учитель был компетентен, он работал недавно в курсе повышения квалификации. Конечно, с точки зрения нравственного, духовного подхода у него есть провалы, но сама по себе она личность достаточно интеллектуально образована. И у нее есть большой, так скажем, большой диапазон в тех знаниях, которые она преподает в своем предмете. Нет, это просто характеристика плохой и добрый, плохой и хороший, злой и добрый, все. Вот так. То есть ребенок, ему можно рассказывать, ну, там, допустим, у меня по профессии, у меня профессия учитель начальных классов и русского литературы в средней звенье. Да? Да. То есть ребенку на начальном уровне ему, ну, так скажем, минимум нужно, знаний, как таковых, нужно минимум. То есть как бы формирует ребенка личность того, кто ему эти знания дает. Вот так. И кто будет этой личностью, это зависит, вот так скажем, кто будет этой личностью, будет отправной точкой от того, как ребенок будет принимать те знания, которые эта личность будет ему менять. Да, лучше, Масей, пример. Первый класс мне досталась такая вообще, что она уже как сибирь месяц, если она не хотела это сказать. Это все можно вынести из школы и перенести в церковь и на реабилитацию. Люди на реабилитации, они как дети. То есть как бы поведение их детское. Ребята. Вот. А соответственно, как бы их гораздо более первично интересует, вот, внутренне. не то, что даже вам интересует, а это происходит интуитивно. Человек устроен Богом так, что любовь является для него максимально необходимым, таким, скажем, необходимым компонентом. И когда он эту любовь принимает, принимает, вот он прикипляется, вот он открывается, он начинает слушать, он начинает доверять. И начинает уже идти процесс взаимообмена. Он начинает что-то отдавать, того, что его тревожит, и то, что его беспокоит. Он начинает принимать то, что будет для него являться уже новым жизнеутверждающим. А если человек остается в состоянии ненависти, вот он будет в замкнутой ракушке. Есть определенная закрытость, замкнутость, недоверие, хотя он как зверек такой ощетинившийся, оскалившийся, вот, будет все равно где-то внутри себя хотеть, чтобы его и любили, и принимали, вот, оскали его. На ручку все держат. Конечно, но каким бы он там не был уже взрослым, там, или там, человеком там уже состоявки, все равно, дефицит любви он всегда будет в этом мире. Вот так. Почему? Потому что, исходя из того, что мы с вами прочитали, падение человека, оно имеет вот такой алгоритм. В результате падения он приходит к такому хроническому состоянию ненависти. Вот есть, знаете, люди, вот, попадаешь куда-нибудь в поликлинике в очередь, и, пожалуйста, человек, пожилой человек, вот, думаешь, вот, вроде бы, а у него с годами столько ненависти. Сталина во сне, понимаете? У вас все вот он. То есть, Дарьи, он был бы, был бы инквизитором, да, он бы всем сжел бы вопрос, как бы нахуй. Столько он накопил ненависти за годы жизни ко всем и вокруг него. Поэтому, слава Богу, что хоть есть возможность через Христа такими быть.